Эй, рыжий конопатый, что думаешь насчет боя 9 апреля? Гена Головкин против Мурата. Я уже с Геннадием бился два раза. К Казахстану салам. Честно скажу, в первый бой я ему проиграл. Но судьи дали ничью, красавы. Я в этом не виноват. Кстати, Казахи, мне очень нравится ваша кухня, тем более бишбармак, топчик. Ладно, давай к бою. По навыкам, конечно, Геннадий превосходит, а в коэффициентах может видеть ясное отражение. Он и техничный, и выносливее, понимаешь, да? Бьет тяжело, и у него тайминг очень хороший. Молодец. Крутой пацан. Понял тебя. Хорошее мнение. А что ты скажешь насчет его соперника, Ариота Мурата? У типа 18 боев, 16 побед, из них 13 нокаутов. У него даже есть золотая олимпийская медаль, прикинь. Так что скажешь насчет него? Медаль? Ага. Офигеть. Так что скажешь ты насчет него? По Мурату что можно сказать? Он будет габаритнее. Наверное, это его единственное преимущество, ведь защита у него не очень, и нет уклонов и нырков, как у меня. А на одном блоке против Головкина не вывести. Он быстро разобьет его. У обоих довольно длительный простой, но у японца подольше. Короче, в плане победителя тут все ясно. На Головкина кэфф небольшой. Японец крепкий парень, поэтому насчет финиша у меня сомнения. Все зависит от Головкина по большей части. Но повторюсь, Мурата крепкий и бой в Японии будет. Возможно, судьи подкупят и будет ничья, но если Гена будет работать в своей привычной манере, то Мурата не выдержит и будет нокаутирован до 10 раунда. Ого, очень умный разбор. Да, честно говоря, это не мой разбор. Я прочитал это все в телеграм-канале Слово ММА, так что я тебе ссылку скину. В описании к этому видео оставишь. Все, пацаны. Казахстан Алга. Всем удачи.